Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Алексей Дробот, компания Акбарсбанк. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Давайте подробнее о банке. Акбарсбанк – это крупный коммерческий банк с государственным участием, который занимает лидирующие позиции в Республике Татарстан. Я же представляю направление факторинга, которое в Акбарсбанке сейчас активно развивается. Насколько я знаю, факторинг сейчас набирает большую популярность. С чем это связано? Да, все верно. Набирает популярность. На фоне высокой экономической активности, которую мы наблюдаем за прошлый год, рынок факторинга продолжает наращивать свои объемы и обновлять рекорды. Так, например, объем выплаченного финансирования всех факторов в стране достиг рекордных 5,8 триллионов рублей и увеличился он за последний год на 2 триллиона. Совокупный объем портфелей, именно факторов, на сегодняшний день при росте за последний год на 408 миллиардов рублей составил те же самые рекордные 1,5 триллионов рублей. Таких цифр не было раньше. Факторинг быстрее, чем другие продукты, стандартные кредитные продукты растет. И это подтверждается последними четырьмя годами. Каждый год объем совокупной портфеля вырастает не менее чем на 30%. Собственно, это и позволяет нам наблюдать, насколько продукт распространяется, насколько он развивается на российском рынке. При этом тоже надо понимать, что стандартные кредитные продукты развиваются на сегодняшний день за счет государственных программ поддержки бизнеса. При этом факторинг развивается органически и рыночно. Безусловно, можно сказать, что этот рост связан в том числе с инфляцией. И это частично будет действительно так, это правда. Но мы также наблюдаем, что последние два года, помимо роста объемных показателей, еще есть рост клиентской базы, то есть новых клиентов. За последний год 14% рост новых клиентов, которые воспользовались этим продуктом. Сразу вытекающий вопрос. Кто ваши клиенты, кто потребители вашего продукта? Потребителями нашего продукта выступают клиенты всех сегментов бизнеса. То есть малый, средний, крупный и практически всех отраслей. Надо сказать, что само определение факторинга и суть, почему именно факторинг так развивается, заключается в том числе в его названии. Факторинг – это беззалоговое финансирование под уступку дебиторской задолженности. Так вот, в момент, когда в 2020 году залоговая база у предпринимателей, у бизнеса очень серьезно сократился, а дополнительные ресурсы для пополнения оборотных средств требовались, клиенты начали искать бланковое кредитование. Это первый момент. Второй момент. Опять же, с учетом прошедшего 2020 года, очень серьезно удлинились сроки отсрочек платежа поставщиков с их контрагентами, с дебиторами, что, безусловно, привело к увеличению, к росту дебиторской задолженности, которое, в свою очередь, привело к росту кредиторской задолженности. И бизнесу нужно было что-то с этим делать, и как раз продукт Факторинг и служит сокращением этого кассового разрыва, сокращением этой дебиторки путем пополнения оборотных средств, путем финансирования данных клиентов. А за счет того, что это комплекс услуг, помимо того, что они получают в оборот денежные ресурсы, они еще и передают фактору в управление свою дебиторскую задолженность. Тем самым мы дисциплинируем платежную дисциплину их контрагентов. Поэтому клиентами выступают те юридические лица, которые имеют в своем бизнесе отсрочки платежа со своими дебиторами. Еще есть один момент, который мы наблюдаем по окончании зимы 2022 года. Это связано с серьезным изменением в контрактных отношениях между клиентами и их поставщиками. То есть особенно речь идет о производителе. Поставщики перевели свои отношения на предоплату. И здесь, безусловно, клиенты начали получать, скажем так, проблемы в бизнесе. И этот кассовый разрыв, который у них закрывался на исходящий поток, то есть на реализацию товара, недостаточно было для того, чтобы решить проблему со своими поставщиками. И мы, Акбарсбанк, создали полноценную продуктовую линейку, которая закрывает потребности нашего клиента как с его покупателями, путем пополнения оборотных средств, соответственно сокращения кассовых разрывов, так и возможности нашим клиентам закупать товар на условиях предоплаты. Потому что банк выступает агентом, банк оплачивает задолженность по закупаемой продукции. Более того, мы немножко пошли дальше, мы позволяем покупать предоплатно, предоплатной основе. То есть когда товар еще не поступил на склад нашему клиенту, мы его оплачиваем и только после этого мы ждем, когда товар поступит нашему клиенту. Мы и дальше пошли. Сегодняшняя тема выступления – это цепочка поставок, так называемый supply chain, который позволяет за счет поступления платежей от конечного потребителя товара производить финансирование как раз в адрес поставщиков нашего клиента по упрощенной процедуре. Таким образом, мы весь цикл поставки товара, цепочки поставок контролируем и позволяем финансировать в тот момент, где клиенту это необходимо. Либо взаиморасчеты со своими поставщиками, либо получение первичной выручки, не дожидаясь срока по срочке платежа от их покупателей. Поэтому полностью продуктовая линейка, которая сейчас существует у нас, могу с гордостью, уверенностью говорить, удовлетворить потребности любого клиента, который обратится в Акбарсбанк. Люди уже посмотрели, уже захотели стать вашими клиентами. Вот сразу вытекающий интересный вопрос. Ваша география, где вы работаете и с кем? Наше управление называется цифровым. Несмотря на то, что мы не во всех регионах представлены на сегодняшний день, мы можем обслужить клиента по факторингу от Калининграда до Владивостока без наличия офиса Акбарсбанка в том или ином регионе. Связано это с тем, что мы не требуем присутствия клиента в офисах. У нас происходит онлайн документооборот. Соответственно, работаем абсолютно по всей России. С точки зрения обращения клиента, как он может узнать, что в том или ином регионе Акбарсбанк предоставляет эти услуги. Здесь очень просто. Мы просто заходим на сайт, оставляем заявку на факторинг, указывая свой ИНН. Наши менеджеры, персональные менеджеры, тоже немаловажно. Для каждого клиента по факторингу Акбарсбанке закреплен персональный менеджер. Связывается и проводит клиента от начала структурирования сделки до ее логического завершения, то есть до финансирования, и в дальнейшем сопровождают. Здесь факторинг немножко отличается от стандартных кредитных продуктов тем, что это не разовая сделка. То есть мы не выдали деньги на год и ждем, когда он вернет их. А здесь кропотливая регулярная работа, потому как если кредит ориентирован на успехи бизнеса в прошлом, то факторинг ориентируется на успехи бизнеса в будущем. Даже если клиент способен увеличить в пять раз товароборот со своим контрагентом, факторинг позволяет своими лимитами подтвердить и обеспечить платежи и финансирование увеличенных объемов реализации в адрес своих дебиторов. Поэтому оставляйте заявку, наши персональные менеджеры связываются, структурируют, работают и на регулярной основе продолжают развивать совместно этот бизнес. Коллеги, вы видели и слышали все плюсы. Получается, нужно зайти на сайт, зарегистрироваться, и персональный менеджер свяжется с вами и сделает так, чтобы ваш бизнес процветал. Спасибо большое и удачи вам. Спасибо.